ДИДЖЕЙ ВАСКЕС Как за вкус? Тропический Без ананаса И без ананаса Замена ананаса Убирают, ставят тропический Учитывая, что кальян немного подустал Это логично, но ароматику прочувствовать можно Пягкое, приятное Бычковый респект А что мы пойдем покурим еще Виноград И посмотрим, что с этим будет Вкус хороший, но Как мы обычно знаем На выставках У Дарксайда всегда хорошие вкусы Но Будут ли они хорошие Когда они поступят в масс-маркет Непонятно Так, собственно Грейпкор Это виноград Ну а хули он понравился очень Я пока еще не распробовал Попробуем Держи Ну так, хуевый виноград скажу вам И есть где-то какой-то новый третий вкус И я к нему еще попробую пробиться А это вишня Типа Замена Дженера с черри Как я понял На Доктор Пеппер похожа Хорошая вишня Да, мне нравится Очень классная Давай 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 подержу А не, нормально Я привык без оператора Да? Хорошо Пока Ну Что-то есть Коп-черри Но Так себе Собственно Вот так вот выглядит Стенд Дарксайда Это вот такие вот Мощные контейнера Причем можно назвать Что эта выставка Реально контейнерная И здесь просто Многие стенды Пришли с контейнерами Также у Дарксайда Появилась одежда Озер Аутфит И у меня уже есть коробочка Попозже сделаем анбоксик Хотя все уже прекрасно знают Что это, блядь, такое Мы находимся на стенде Буты Табак очень сильно развивается В плане того, что Ну, он стал намного приятнее Его прям реально можно курить Ну и причем Вот для такого сегмента Как моя малышечка Которая может спокойно Это курить как бы И И кашлять И все остальное Ну и тут у нас На стенде Ник Шамрен У него свой канал В ютубе Как ты оказался на стенде? Ребята Позвали Вышли на меня И я согласился Табак устраивать Почему бы не работать с тем Некомфортно Причем это не какой-то дешевый стенд Да Удобно Приятно Мне кажется даже в кальяной Такой площадке Рабочей нету Здесь очень прям Все сделано И как бы реально Легко работать С третьей запарой И что нравится Люди реагируют На табак он интересен Ужин и классика Прям зашли на 100% Я был безумно удивлен Вкусом пиццы Я не Пицца Пицца Это кириешки пиццы Три корочки пиццы Да Так Так это у нас Стенд Пандора Он реально очень массивный Крутой Интересный А Блядь Короче Можно сразу Пиздаровать Наклейки А нет Наклейки Ладно Собственно новые модели Пандоры И стенд Очень крутой Чувачки уже бегут Готовясь Ребят Вот у вас Пиздаты Стенд Сколько бабок он стоит Сам Застройка Больше Полторашки Полтора миллиона Блядь А как вы относитесь к тому Что ваши коляны только на фотках Пиздаты Почему ты так думаешь Блядь Ну я трогал Они какие-то Ну не знаю Ну потрогай Я трогал Я работал даже с ними Вот китайщина вот чувствуется Не знаю У меня нет такого ощущения Но ты будь производитель Я думаю Каждый хвалит Своё хорейбина Понятно Что нового У вас здесь большая модель Да У нас появилась большая модель Это Пандор Лимитет Полностью Держа У нём шлук Теперь тоже идёт из Держи Встроенный Миласово-ловитель И Притиркать мир Находится в середине Миласово-ловителя То есть Переблюдце снимается И Миласово-ловитель делится пополам Четыре порта для шланга Да Такая немецкая Нахуя блядь Нахуя блядь Немецкие кальяны Сука дерьмо блядь Миги-хуиги-хуйня Ненавижу блядь Даже миг треди Мы его юзали В кальян-эксперте Конченый кальян Хуя вам четыре трубки Вы чё? Кто захочет Тот покурит Или вы хотите на Европу выйти Пандора Все дела На Европу мы выйдем уже кстати Да? Молодцы поздравляю Никому не рассказывай Никому вообще по секрету Всему свету Он стоит в рознице в магазине на полке 9 900 Ну десятку Сегодня мы отдаём их по 9 На полный комплект И в чём прикол То есть здесь система крепления Резьба на три четвёртых оборотах Если ты разбил эту колбу То есть в нижней части шахты Она откручивается Вот такой кусочек И есть переходник на обычную колбу Разбил колбу Открутил часть шахты И с резинкой на любую колбу надел эту шахту Никаких проблем Ладно Он красиво затирает Но всё равно Вот кальяне чувствуется Китайщина какая-то Да Кот хейтерских обзоров просто Блядь Ну ладно Идём дальше Это стенд Пандоры Пожелаем ребятам удачи Чтоб они Лучше маскировали свою Китайщину Погнали дальше Далеко от Пандоры отходить не будем Это у нас стенд Малаки Стенд Малаки Я не знаю что это такое Но это табак И мы в него сейчас зайдём И собственно попробуем Парочку вкусов покурить Выглядит он собственно вот так Вот здесь очень шумненько Стенд реально дорогой Вряд ли со мной легко будет разговаривать С таким гандоном как я Привет Что такое Малаки Расскажи Малаки Ну Малаки Тебе больше нравится Да это Аталия? А нет Это альтернативная замена Альфакеру Ааа Вот так вот Производство Арабские Эмираты А когда я подошёл Обидел сразу Говорит Аталия 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 Да 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 Что? Альфакер Да И как вы думаете Вы можете затмить Альфакер? Мы можем всё Можем всё Ну у вас прям потенциально мощная такая Крутой стенд крутый Но знаешь стенд не решается Я считаю что чем проще тем лучше Мне кажется вот этот вкус тебе зайдёт Это Вилд это что? Это древесный основ Древесный аромат с нотками карамели и ореха Ты их не почувствуешь в явном виде Но они очень хорошо подчёркивают и интересно играют древесным ароматом На вдохе вот пряность на выдохе и после вкуса ты прям вот сейчас через пару секунд почувствуешь прям древесный Древесный и классный аромат Расскажи что ты любишь? Какой направленность? Ничего не люблю Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Кул Бриса очень пустой вкусно мы пойдём к двойному яблоку Собственно идём к двойному яблоку и посмотрим что там собственно есть Раз ребята говорят что это альтернатива альфакера и можно заюзать двойное яблоко и сравнить двойное яблоко Альфакер. Идеально Так вы хотите быть лучше альфакера и хотите быть альфакером? На вкус альфакер На вкус альфакер шикарный Ну а нет Слезы чуть не хватает Собственно двойное яблоко Нет Очень слабое Пустое двойное яблоко и молаки Да альфакер насколько двойного яблока далеко Собственно идём дальше Стенд реально крутой Но на ваш выбор Как бы молаки Молаки Идём дальше посмотрим что у нас представлено на стенде поинт арта Это собственно Кобра Давайте поспрашиваем Привет что это такое Кобра? Кобра Новенький продукт на нашем рынке Кальяны, губы, табак Всё как надо наше производство Сырё за рубежом Стоит попробовать чтобы знать Что стоит попробовать чтобы понять ваш продукт полноценный? Ну давай начнём с лёгких Вот может чизкейк попробовать Как бы мне топить Лёгенький Лёгенький Это лёгенький На троечек скажем Символичную Ну вот так Ну вот так Ну вот так Ну вот так Ну видишь на вкус и цвет У нас есть муласти Пребратные Очень давит Здрасте Привет Рассказывай что такое Кобра Прям вообще вкратце и прям пиздано Окей Что попробовал уже из этого? Только вот страуберри чизкейк Давай мы с тобой туда подойдём Попробуешь поинтереснее вещи Там расскажу Вот сюда подходил Там средние линейки Как тебе выступ? Да как обычно всё классно Всё хуенно Пойдём дальше Как тебе? Не очень? Я нас попросил подойти к другому месту Собственно надеюсь есть что-то посерьёзнее Место тут поприятнее Это оригинал Это оригинал Да Соответственно два вкуса которые тебе надо попробовать На мой взгляд Грейпфрут Да И вот там вот соседний эрл грей Эрл грейп Всё я попробую сейчас Собственно мы попробовали там Вирджинию Она мне не очень понравилась Как-то оно тяжковато Учитывая что мы сейчас курим оригинал грейпфрут И как бы линейка должна быть покрепче Она средняя Да То она гораздо приятнее заходит И прикольнее курица Самое приятное это цены Лёгкая линейка 80 рублей Средняя 140 Крепкая 240 Продукт легальный Крепкая такая дорогая Потому что это акциз Средняя легкая линейка Я не знаю понял ты это или нет Это без табачки То что ты сейчас куришь это без табачки А ну нах Да А что здесь свекла? Не свекла А здесь кожа гобры? Да на самом деле Чешуйка? Здесь чайный лист И мы сейчас стараемся уходить от позиции Которая есть на рынке Что без табачки это всегда говно И жидкий никотин это плохо А если руки растут из правильного места И на этом не экономить То можно делать вот такую вот крутую вещь И получается для кальяных Есть легальные альтернативы по дешевым ценам Но там сейчас легально работает Но очень дорого И понятно найти никому не надо Попробуй Эрл Так давайте попробуем собственно Эрл Грей И тут нам Илья его расхваливает Да Вот такой как бы получился Не такой ядреный как в Наховске Который в соло было тяжело курить Но и гораздо более насыщенный чем в Авзалске Да, по приятию По приятию Ну соответственно как бы это так же без табачки И пока ни один человек который пробовал этот продукт До того как я это искал не понял что это без табачки Но это говорит само за себя в целом И скрепингу Если хочешь убиться Тоже можно попробовать пару вкусов Там уже табак Вирджиния с Берлина пополам Все, прикольно Пойдем все Попробуем вон там крепкое И собственно Сделаем выводы Собственно и La Muerte Это самая крепкая линейка Раскуривает Заберем аккуратно Специально для царя У него есть такая особенность У него от тяги с третьей и четвертой Появляются накопительные эффекты Но если его перегреть прям Я поэтому проверяю Слушай Где-то я это слово Накопительный эффект Слышал И это Накопительный эффект Ни хуя не понравился А в Мэтпире Я это слышал Нет, ну это ты не про вкус Наверное слышал про крепость Вот это вот Вот это вот Типа самая крепкая Она проигрывает Самая легкая По крепости Ну именно по тяжести Смотри Про эти продукты Я уже снимал Говорил И говорить сейчас про них нечего Но есть прикольные вещи Но есть прикольные вещи И мы сейчас Ну Смотрим 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 Пойдем Смотрим 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 Все дела К вам уже Терешин подходил С двоечкой фирменной Вечер в хату Куй по брату Как подошел Так и ушел Как подошел так и ушел Привет Что нового? Что нового? Все отлично вообще Новый вкус В следующем месяце Понятно Я вижу у вас Какое-то новое Говнецо намешали Да? Это вкус, да? Это что вообще? Афакус? Это короче Абсолютно регальный продукт Аналог снюса А, бля, хуйню не снимаю, ребят Не-не, не снимаю Не снимаем Не снимаем такое Короче, блядь Они захуярили снюс, блядь Я говорю Вы еще, сука Поставьте на стенд Пакетики с насваем И будет заебись, блядь Я не знаю, ребят Я считаю снюс Ну, со мной поспорят Но я считаю Лучше покурить сигарету Чем бросать эту хуйню Под губу, блядь Я как бы из Казахстана, блядь И для меня что снюс Что насва Это одно и то же Просто в другой упаковке И немного по-другому Тебе лепят хуйню эту Так, это у нас стенд Коко Локо Локо Коко Здорово, да Как дела? Так, ребят Сразу Ага У вас был период, когда вы стали дерьмом Было дело А что поменялось? Все-таки осознали что-то? Или как-то ну? Вот все-таки выровняли производство Поставили человечка, наблюдателя Слушай, ну как сказать тебе Фабрику поменяли просто И все? Ну да, соответственно так сделал бы каждый Все, понял Нет своей фабрики Любой производитель тебе скажу Короче, у нас дикие терки с этой плиткой Как? Ну что? Да Дикие терки с этой плиткой Как она? Слушай, ну блин Сегодня один раз отъебнулось Да, было дело? Уже наъебнулось? Было дело В общем, греет прикольно Греет, ну это В плане греет прикольно Это обычная злато В другом корпусе Вираль злато, другой корпус Она не может греть по-другому Она греет точно Ну ладно, ну пусть тут есть Эти все мешки прикольные Ну да Но она уже отъебнула Да, было Все Не выдержала, блядь Ебнула Это уголь-куковопка Я сейчас его дома юзаю Очень хороший Да, спасибо Прикольный уголь Я к вам хотел подойти сказать мне так Наклейки есть? Да Я не просмотрелся в инстаграме Конечно Можно Это у нас стенд Али Я вчера к ним подходил уже без камеры Просто покурил Короче, суть такая Это чай Он безникотиновый Есть прикольные вкусы Есть неприкольные вкусы Да, та проблема Он никотиновый А, то есть он бестабачный Он никотиновый Точно, да За счет этого никотинового Как бы в нем Чувствуется в некоторых вкусах химозность А Christmas Memory я курил Или что-то такое Здесь было Я курил вкус листьев Вкус жареных листьев Вкус жареных листьев А, Африка Тайм Слушай А почему там Кокосы Ой, почему там На Африке нарисован Кактус Кактус Потому что это финиковый кактус А, а А Это фруктовая ниндзя Фруктовая ниндзя Нет, это фруктовая ниндзя Нет, это фруктовая ниндзя Нет, нет, я же лучше знаю Да, нет, это фруктовая Ну вот, про него я сейчас расскажу в принципе Отойду немного и расскажу А то, блядь, скопились, блядь, сейчас пить будут В принципе задумка интересная Но Вкусы немного слабые То есть Ароматика на таком уровне, что она Ну, проигрывает максимально Плюс Это без табачки на чаю с никотином Мы с тобой уже знакомы Да Подожди, брата Подожди Да Поэтому, как бы, ну Все-таки чувствуется во многих вкусах химозность Многие вкусы нормальные Так что, собственно, вот так вот А это у нас soft smoke И они просто привезли сюда свое оборудование Тобственно, вот так вот soft smoke делает свои кальяны, брелки и все остальное Это очень круто, это реально очень круто Это когда привозят Там вон все крутится, вертится И он делает маленький кальянчик Молодцы, блядь, soft smoke, ребята хорошие Замутили Так, а это у нас очень-очень большой стенд Вергбунда Все очень круто, красиво Здесь сидит предатель маленький Красавчик И, собственно, давайте пообщаемся с Вергбундом Да Ребят, как дела? Все прозветает? Да Вопрос Почему разбежали из красок? Да Месточка похуенные А, месточка похуенные для вас Понятно Ну, пять, да Попробуем пять Своими горшками цветочками Да Понятно Что новенького? Колбы Вот Вот такая вот колба Охуенная от Вергбунда Посмотрели? Ха-ха-ха-ха-ха Посмотрели Так, а есть у них тальяша Собственно, мы приказно знаем, что Вергбунда Получил ачивку Ковать всякие щипцы И, соответственно, им не заставит труда Сковать вот такую вот шахту Выглядит реально эстетично Очень круто Наконец-то нормальная кожа Мягенькая Понятно Ну и, собственно, щипчики крутые А вот шило у меня нет, жалко 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 Спасибо Шило у меня есть Крутое, кстати Уже пользовался Юзал Покупайте шило от Вергбунда А не пиздатые Также на стенде есть Мемори 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 Спайдер Веном Хукамен Что это такое, ребят? Новый кальян Кстати Тоже самое Хуйню я в Турции видел Всякие Афразадияки Также продают Понятно Я, короче, знаю Что Кальян стоит 6 рублей Дерево 6 Мрамор 8 Мрамор, короче 7,8 7,5 Средняя цена Суть заключается Вов То есть можно менять, да, вот эти штучки? Да Да Как много По факту Менять можно на каждом кальяне Главное просто идти по размеру Потому что нынешние кальяны Они какие Это металлическая трубка И просто декоративная насадка Но ребята сделали это официально Что крутого в этом кальяне? Где клапан у него? А, всё вижу Тройной клапан Надо же поговорить Посмотреть Давай Так, это классическая С хорошим сопротивлением Давай Так, ладно Всё, мы по Вергманду прошли А у них есть ещё что-то? Нет, ещё что-то Привет Это что у тебя такое? Это ведро А это уголь Как? Первый российский уголь Можно с вами сфотографировать? Побой Субаня российская Сами делаем Из российского кокоса? Нет Из российской берёзы А ну Из берёзы? Серьёзно Смотри, пожалуйста Вот на плитке Сокуприка лежит Вон у тебя упаковка валяется Где? Дааааа Не понятно Слушай, дай мне пачку Берёзовую я возьму Я хочу попробовать Выбирай любую Какая тебе больше нравится? Мне поменьше, просто... Да они все одинаковые Да, возьми две Не несешь? Да нет, мне одно, хватит, я попробую, просто, ну, на меня береза, как-то, ну, так себе Нет, понятно, раньше-то заодно было, они просто приставали Да, посмотрим, Владимирка, все понятненько Это, а как называется он? Он Как? Он, да А, он У нас красивая легенда, тебе опять понравится В Неаполе существует такое, как их поверье, о том, что местное население, оно совершенно не произносит имя вулкана Которая у них на территории Везувий Они боятся, что он откликнется, и их затопят, как был с Бомбеем Поэтому они его называют Бон Я в курсе сейчас, что ты назвал имя этого Оно Запусти будет запаять И тебе будет пиздача Так, мы только узнали, что Бергман делает уголь Бон из березы У нас есть Женя Панда, мы на его стенде И, собственно, давайте у него спросим одну вещь А, Жень, привет, как Бергман? А, как уголь? Ты потаспел как раз, вот сейчас, я тебе сделаю Ты готовься с Чарльой сидеть? Сейчас? Да Попозже, да Пусть мы начали еще после девятых кушей А, есть ли какие-то возможности сделать уголь и вперед? Нет Вообще никак Нет, ну, можно его сделать уголь, как бы, но на нем невозможно работать Почему? Ну, ты как-то все равно Да 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 Проказательство, почему? Вкратце То, что он не впитывает влагу, правильно Если кокос это гранулы, то берет это порошок Да На 100 килограмм кокосового угля надо дарить 30% воды А на 100 килограмм березового угля надо дарить 130% воды Да Вон, видишь? Прямо Вон там, а есть кукольок Он сделан из березы Да Твоё бы Стой Я не знаю, не помню Я взял и попробовал Я просто сам делал, только из березов эксперименты проводил Да Я не знаю, что это такое 130% лаги, которые на сушке потом испаряют То есть 25-й клубный человек делал из березы То есть визуально ничем не отличается, как по других игре Понятно Да много раз это новые угли уже в паспарке В мае будут поставки массовые То есть как бы у нас уже полное масштабное производство И ждем сейчас упаковку уже там Каждый день, короче, там уже у них падает некуда Ждем упаковку Понятно Все, спасибо большое Давай, забегай на час Так, это у нас стенд МИ Привет Собственно, у меня есть их новый X-Function, да? Это фанк, братан, да? Это фанк, да? Короче, это новая система продувки Когда можно продувать через чашку И раскаливать угли, чтобы табак сгорало быстрее Как? Нет Да Это новый клуб от компании МИЭ Ну так себе удовольствие, да, скажем? Очень отличный курицей Ребят, что нового? Что нового? Я могу так сказать, да и получилось Потому что эта система позволяет продувать Чашку Охладитель А нужно ли ее вообще продувать? Откуда такой стереотип? Мне кажется стереотип Ее нужно прокуривать? Возможно Но мне кажется, что Ты их продуваешь Кальянщик Как делать? Бля, можешь сказать, что вопрос реально Нехуй заняться И вы хуярите просто Что, попал делать? А как ты скажешь на такую информацию Что кальян и МИЭ Они делаются из цинка? Шахты Из цинка Подкрите Наверное Цинка Все таки существует Понятно Скоро увидите обзор Эксфинкшн Эксфанкшн 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 Который ее переворачивает Клюет в нее Не знаю там С другой стороны Здесь мы от этого отошли полностью То есть за два раза Все Продувать Продувать нехуй Там пиз... Окей, ладно Все Спасибо Пойдем дальше На стентик другой Это у нас Стенд Crafthooka.com Это ребята, которые делают колбы Колб у них очень много Собственно У них есть также кальяны крафт Есть чашки крафт Есть вот такие чашечки Короче Все, все, все И Кому можно позадавать вопросы? По чашечкам Так Идем Коли Здесь у нас сразу и сатир Которого мы чуть попозже подойдем И собственно есть Crafthooka Ребят Как вы это относитесь к тому Что вы пробили дно тем Что у вас чашки прям плотно отвалятся? Кому бы прям плотно трескались? Не знаю А с чем это связано? Ну... Наличие определенных производственных дефектов Так это связано Ну с технологическими процессами Ну в микротрещинах, которые они увидели, да? Как бы враг Ну я думаю дело не в микротрещинах Скорее тут именно Глубинные процессы производственные Пришлось даже форму поменять на него То есть на самой классической колбе Которую мы Закинули на рынок И все ее скопировали Пришлось потом поменять форму То есть ну вы Вы прям на обратной связи Хорошо, да? Разбилось А пишут У нас разбилось Пишут разбилось Соответственно у нас еще гарантийные талоны есть Я видел, да Выходя за гарантийный срок Меняем Есть ли это дефект Именно производство То есть есть партия Есть ли на партии Больше одного процента Вот этот дефект Наблюдается Да даже если мы видим Системный характер брака Естественно мы производим замены И доставку оплачиваем На свой счет А чашеский РС Ваше производство? РС Это Масса Роялс Волг Короче Чашки раньше были Раньше и сейчас Все под брендом Краб Делается А РС Почему весь Новосибирск Сидит по фану? Не знаю Как-то так получилось Почему в нашем Новосибирске Ваши чашки? Ну потому что мы из Новосибирска И исторически так сложились Наши и Демар Понятно Историческая хуйня, да? Да Понятно Спасибо Так вот Так идем дальше Ребят неужели все так хуёво? Нет все отлично Где люди? Ну Не знаю Это комбинизаторный вопрос Где люди? Нет ну вот где? У всех как бы вроде кто-то тусует А у вас почему пусто? Ну все тусуют Елену пугурить Че как дела с крауна? Сейчас все отлично Разгребли? Да все окей Нормально кашку разгребли? Да сейчас Молодцы Че нового у вас? Сейчас В скором времени на рынке Появятся Маленькие пачки По 24 кубика Чисто на розницу Я понял Для домашнего пакета Да да Для домашнего пакета Чтоб кальянщики не пиздили с кальян Ну можно сказать и так Вот В принципе Самое хорошее для нас То что сейчас стабилизировалось качество Что Все Если даже есть какие-либо нарекания То быстро с этим работаем Если нет проблемы Возвращаем уголь меняем То есть проблем вообще никаких нет Сейчас все супер реально Понятно Я подъебывался Я подъебывался в прошлый раз Как бы и уже не охота Ладно Сейчас все Спасибо Это уголь краун Обещают быть хорошими А сейчас будет жаришка Здравствуйте 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 Итак, давайте database Друженько продадимся И скажем Какой сатир А сатир как Горизонт Мишинка А остальные И на роме который А как вам этот Хай арома Я не успел особо познакомиться Но мне нравится Пацаны, без аромы сатира лучше Эй, спасибо, я украинец Ой, ой Это слабый, что ли, да? Надо сказать, на украинском не разговариваешь Здорово, здорово Давай поцелуемся, что ли, обнимемся Слушай, что нового? Покурил я хай арома, но прикольно А все за стандартное Вы на нее хуек подзабили Стандартное У нас есть бругаль Вискарь Ром на роме и на гирмастере Подходи, пробуй А почему ко мне все подходят и говорят, что сатируете поругались? Ругались? Да, что со мной поругались Не знаю Ну просто ты хейтишь Чувак, нахуя тебе очки для болгарки? Потому что я буду резать Металл Тебя резать Буду резать металл и людей Стучу На самом деле просто выступал, потому что на ватле и не снял Колизей? Колизей С чем выступал? В кальяном Само-форошее Коку ни хуя не курит Потому что там жарко Кашля и до кальяна А что там было в суперновах? Нет, фраузел Фраузел Чисто просто вейдж фраузел Нет и... Как тебе вейдж? Вейдж Есть хорошие вкусы? Есть хорошие вкусы Ванэпл, барбарилио Красавчик Да, красавчик Ванэпл, барбарилио мы пожалуем в суперфраузел Как эти вкусы запомнил вообще? Ну, блядь, барбарис, ананас, чё-то не запомнил Ну чё, пойдём курить надо Ладно, ребят, переключаемся У меня уже тоже снимает Да Как бы, ну, типа, чтобы потом не было ничего Курю нормально Да я покурю, покурю Ты подвинь, я хочу к нему подойти Давай, давай Короче, как дела? Отлично Нормально всё? А что ты можешь сказать о сатире? Аааа, блядь, ну так же Ну ты не пробовал, а ты не пробовал за этого реальность Я был раньше на какого же мнения про БТО и мы с ними так же ругались У них получилось меня переубедить То есть, им получилось за меня донести Им получилось меня накурить, что я БТО как бы стал нормально курить Оно с сатиром было так же Вы помните Сатир мне не понравился Сатир понравился Сатир опять не нравится Волнами, да? Волнами И я пока не знаю, будет, что вам не нравится в дальнейшем Надо попробовать Надо будет попробовать А что нового? Новая платиновая линейка у нас появилась Что такое платиновая линейка? А какая у вас была? Голд линейка или серебро? У нас чисто платиновая линейка Просто сразу решили? Да Не надо сразу убивать всех платиновая линейка Типа премиум табак? Нет Платиновая линейка Так Это у нас пластилиниум табака Пластилиниум табака Так У них здесь очень много народу И табачок реально как бы круто Тут даже в это штусуется Как бы вы понимаете, да? А вон пойдемте к чуваку Мы сейчас поорем просто от ним жестко Йоу, пластилиновый магнат, как дела? Здорово 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 Как дела? Нормально все Нормально все Все поменялось Вся структура Пачка Ваши вкусы Дай другую пачку Дай мне Дай мне Дай мне новые вкусы на обзор Изи Я подойду сейчас Заберу Беги А там есть твой стенд А где табак? Не доехал Может просто ты его не увидел Потому что у него лист прозрачный У нас солд-аут Мы продали все 10 кг табака А все 2 кг табака продали А все Годовой выход После полгода 2 кг нормально Просто половина прозрачная У нас были планы И мы их превысили Надо было продать 1 кг Мы продали 2 Я думаю, что это шикарная ситуация Так У нас здесь Купчане Здорово Купчане Купчане Давай Смотри Да, цена очень хорошая Но я могу так сказать Вот на соседнем стенде Маклауд Презентовали за 600 тысяч рублей кальян Поэтому в этот кальян Бюджетная модель Мы его так показали Вот История при него Смотри, здесь медь Нержавейка Алюминий Три металла Калил Мамун Три металл То есть такая отсылка к классике Три металла Классить Ну и дизайн такой традиционный Собственно хотели это здесь все показать Почему у Густова есть коробка с кальяном А у меня ее нет Какая коробка? Стрейди вроде Аааа Это Да Ну слушай Я думаю мы им справимся Отлично Что как? Кто-нибудь гири купил? Слушай мы их не продаем Аааа Я понял Тема такая Софтсмок привезли станки Я видел Да Да Мы в следующий раз Постараемся привезти какие-нибудь тренажеры Будем тут бегать Качаться Короче конкретно Согласись Шовтсмок идея прикольная Прикольно Людям увидеть как это Прикольно Согласен Это покрыто пеленой Да Если допустим я снял обзор про Кстати канал Бездатор Подписывайтесь на канал Кубов Интересные вещи Я допустим снимал про чашки Он там зашло У меня люди требуют кальян Как это все Как прыгают станки Как это все происходит Поэтому собственно Думаю в дальнейшем Я найду с кем-нибудь И покажу как это все делается Потому что люди не знают Что это такое Ну конечно Это как кухня в ресторане Она же всегда Ну сейчас уже появляются Кухни открытые Да И это как бы Очередной как бы шаг К клиенту сблизиться Да Объяснить что и как делается Это очень интересно Согласен Ну все это у нас хубы У них новиночка Аэро Классика Классика Раш И трейдер Он мне пиздец нравится У меня его нет Здравствуйте Так это мои партнеры Это Маклауд Да Ребят что нового Я видел у вас есть что-то Очень и очень дорогое Я вам покажу Пойдемте посмотрим Просто посмотрим Потому что половина из вас нет денег Опа на брод Просто покажешь Коротко расскажу Специально сделанная колба На колбе вставка серебра Подставка тоже серебра Примерно 440 грамм Горилла сделана из камня Три месяца должна работать Камень из Матакаскара Бриллиантные глаза Дорогое дерево само собой Есть рубины на клапане И в сигарёвки Уходится в крутой деревянном блоковке С сланками Сколько не веком Блин Вот Сколько? Шестьсот Сколько? Шестьсот Шестьсот тысяч Шестьсот тысяч Как колесо Майбаха в принципе Примерно Примерно Недорого Но Это прорыв И Охуенно Что еще нового? Это что? Мы попробовали сделать из дерева Получилось очень хорошо Это Это Улип Это Улип Это Улип Это Улип Ну да Ну да Скайворд продали полностью Я знаю Да Я был В Мурманске У ребят 001 Скайворд Самый первый Да Они очень обиделись Потому что У вас номер Все таки на коробке А не на кальяне А там уже на сертификате номер есть По следующей модели мы это уже поняли Да Прям ставим Вот здесь вот эти вот На колбе На колбе номер Здесь номер стоит На основании Игорь В работу берут вот такие именно Кальяны Пока Нету такой Обратной связи Что мы всем просили Ну а я заберу Обратную связь Ребят Обязательно Кому не нравится клапан на Маклауди Напишите в комментариях под этим видео Мне не нравится клапан на Маклауди Нужно собрать нормальный фидбэк И они поменяют клапан Да Так Это Dream Smoke QH DCH Ребят что новое Что новое Вы должны были что-то прикольное привезти Мы привезли новый модель Это минимум Будет в апреле Будет такое предложение Чисто для кальянов Для магазинов Чисто для кальянов Чисто для кальянов Чисто для кальянов Ценит в опте Будет в районе 3800 за шарм То есть нормальный дешевый 3800? Да Уже Уже не ржа не за 5к Уже не ржа за 3800 Вы чё блять тварь Охуенно По твоему заказу Охуенно Я люблю когда меня слушают Понятно это Dream Smoke QH Очень хорошие кальянов Рекомендую Ладно идем дальше Снимать А у нас NJ NJ Шкука Да У вас по-разному Постоянно всё пишется Что ноу? Кальян свой Новый 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 Понятно Чё ещё? Всё Охуенно Почему играть Что ваши колы Тоже трескуют? Везде 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 Понятно Чё цена? Сегодня продаем за 6 Так бросить 7,5 И комплект Монштук Силикон Жахта Блюдца 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 Не Блюдца Не Ублюдца Понятненько Сразу не будем вырубаться У нас Вентюр Хука Сейчас мы подойдем Слушай Это же специальный Для Ну а хули цвет Да? Что нового? Ничего нового Ничего нового Все старое Новое будет ближе к лету Это державейка бюджетная Понятно Спектром Замена чаши Понятно Чё? Почём кальяны продаёшь свои? Сегодня по 5 тысяч Почему стенд такой дешёвый? Ты же там пиздец Вентюра Хука Блять Проект какой-то скидывал Блять Проект пиздец Почитали очень дорого по бабкам Даже простой стенд Уходит уже 80 тысяч Охуенно Я сейчас фоткаю и сделаю мэмчик Реально все ожидания Ха-ха-ха-ха Деладим Дарья Ч館 Не будешь делать Ещё буде? Чего дняspl Theverbs Сидишь елеims Когда вы едешь? Завтра я кхе за обедаю Вaremos Вส launch Посидеть Что-то кто-то во много Кто-то собирается А кто нам не прием Полный комплект или шахта блюдца? Только полный комплект. Ребята, давайте меняться, давайте заставлять производителей делать клубы. Ты хочешь быть революционером? Слушай, а не кажется ли тебе, что ты просто свои яички в каждые штанишки засовываешь? Своими комментариями абсолютно везде. Давай возьмем даже хукачат и нам везде. Мы самые лучшие. Мы максимально ходим ближе к людям, чтобы с ними можно было напрямую пообщаться. Потому что мне приходится иногда в какие-то, скажем так, обсуждения жесткие попадать. Это бывает, но, опять же таки, это мое детище, и я его должен защищать. И если есть какие-то противоречивые мнения, я хочу просто сказать свое мнение. Не более того... Короче, скажи просто, я охуенный детенок. Нет, я так не скажу. Ребята, у меня своя движуха, что вам надо? Я как Кирилл Терешин Синтова. Нет, я... Я скажу так, на самом деле... Что там с Густым? Все идеально. Мы общались, все супер. Громально? Вообще. Ладно. Нет, мы, скажем так, ну, вы оба хороши, скандалисты. Вы на этом, скажем так, и популяризируетесь. Мы просто с Густым Сибиоз так создали прикольный. И вам есть о чем поговорить, это классно. Просто у Густого не за что зацепиться, у него нету моего кальяна. Ему сложно аргументировать это. Когда-то он будет, но он жалеет деньги. Может быть, когда-то купит. Мы просто привыкаем к халяве. Ну, да, есть. Я вот жду, когда мне там Куб Фрейди придет. А когда у меня Япона дома будет, но ее нету. Поэтому это был Япона Хук, а мы пообщались, собственно, пойдем дальше. Ох, болит моя душа. Тебе понравилась моя история про мальчика, который любил БМВ? Да. Понравилась? Конечно. Что нового, братан, рассказывай? Ну, после того моего выпуска на два твоих кальяна. Мульштук, да ну нахуй! Охуенно! Главное, что он есть. Охуенно, да, я его не знаю. Мульштук. Аллилуйя. Знаешь, просто ты должен понимать. Представь, ты покупаешь себе, допустим, я не знаю, там Хамон, да? А вот он здесь, а вот глушителя у него нет. Вот так, купи глушитель отдельно. Конечно. Ну, или если ты покупаешь, допустим, Приору, но у тебя выхлоп Супер Спринт. Да. Ну, типа мы готовы вам дать выхлоп, но он Супер Спринт, он стоит как Приора. Да. Да, не канает же, поэтому бюджет очко. Сколько? Ну, в комплекте идет или нет? Полный комплект, но штука стоит 1000 рублей. А, это отдельный продукт. А, это отдельный продукт. Ну, это недорого, 1000 рублей. Понятно, что еще нового? Ну, что там, блядь? Алло, малю, че там, блядь? Че там, че там, блядь? Фирсов, привет. Привет. Слушай, а почему у тебя на стенде ли твои кальяны стоят? Как, блядь, не пояс, и наш. А, это не твой стенд. Че нового? Нас, блядь. Ну, он сейчас снимает, просто не буду на него говорить. Да, это моя очередь. Это следующий. Скажи, что ты хотел на камеру сказать, в мою камеру. Короче, смотрите, Фирс Хука представил новую модель, это прототип премиального кальяна. В общем, хрень тут приклеена колбе, толстенная шахта, притирочка, как на Миге. Тут можно вставить шланг в другую сторону, то есть, если ты заебался, курить, короче. Берешь вот так вот, делаешь, понял, и типа, мамай. Все. А сколько стоить будет? И что, тоже не могу сказать. 20 тысяч. Не, дешевле. Дешевле? Это хорошо. Как новый колен от Ивана, 35, блядь. Сука. Все, мы уходим, это стенд Дрома Фирсова. Спасибо Минулину, он сделал тень. Это у нас карта, вот, Фуга. Как дела? Все отлично. Что нового? Вот все, что на стене, все новое, смотри. Красиво. Нарез, гербал, ясень, оружейный ламинат. Слушай, смотри, есть инфа, что ты кальяна делаешь, но они не продаются. Есть такая инфа, знаешь почему? Потому что дорого. Сколько? Бюджетный 9 тысяч шахта блюдца в рознице. Сегодня по 7500. А зачем их делать, если они не продаются? Их покупают те, кто знают. Нет, не для бичей, так и скажи. Ну да, нет для бичей, нет для бичей. Нет для масс-маркета. Кто хочет тешево и сердит, это не ко мне. Эксклюзив, это Хартфуд Хука, идем дальше, хули ему еще сказать. Это самый пиздатый стенд. Гусы Фраба. Самого гуся здесь нет, но мы можем понаблюдать этот красивейший, просто охуевший стенд. Я просто уверен, что рядом стоящие соседи очень рады, что они по соседству с гусем. Что вообще? Что это такое? Это артовский муштук от гуся. Его преимущество в том, что его нельзя надеть через шею. Его нужно застегивать на шею. В этом и есть вся его жучка. Это все, наверное. А так, приятные, тактильные ощущения от самого муштука. Карабин удерживает 500 кг. Цепочка не сильно. Цепочка там выйдет. Цепочка не серебряная. Понятно. Ладно, это Гусы Фраб. И я не понимаю, что вообще это такое. Поехали дальше. Что у нас есть здесь? Это Чойзен. Здрасте. Здрасте. Ребята, отлично, все хорошо. Как ночь пережил, скажи. Вы честные? Мы честные. Сколько вы Антону заплатили за все помощь? А это вот к нему. Старик, я только за табак отвечаю. Привет, привет, давай. Какой вопрос еще раз? Сколько Антону заплатили? Я ему купил кофе за 250 рублей. Кофе купил за 250 рублей. И все. Это Кальяна Чойзен. Посмотри наши новые модели. Да, они как бы новые. Они репламируются, но не продаются. Я еще ни у кого не видел его в работе. Да, идем дальше. Табачок. Нормально. Табачок. Что такое путать? Я о нем тоже давно слышал. Но он так же, как и Чойзен, наверное, не продается. Продается. Вот, можешь поговорить с шеф-кальянщиком. Шеф-кальянщик, привет, Влад. Здорово. Что о табаке расскажешь? Табак крепенький. Сырье качественное. Без никотина. Чтобы сократить твой обзор, табак говно. Ну, вообще-то. Короче, устали от него уже реальность. Нормально, короче, да? Ну, честно тебе говорю, в полгода работаю, заебался. Заебался? Не, на самом деле... Ну, приходится, платят, платят. Ну, слушай, слушай, табак качеств на самом деле. Людям нравится. Вкусовщина у всех разная. На вкус и цвет, как говорится. Конкуренции мы как бы не видим по одной противопречине, что мы делали в первоначале для себя. Я по твоему голосу слышу, что ты заебался его уже конкретно курить, блядь. Думаешь, сука, что за что мне это, блядь? Ребят, вы что тут вообще делаете? Да, я тебе сразу скажу, кальяны либо давно стоят, либо только греются. Как у всех на выставке. Что ты считаешь, а вот в этом кальяне что это? Это собственно... Япона? Тебе нравится? Мы фанаты. Дава сказал, что пойдет разъебывать Япону, и через час он все еще стоял у Японии. Целый час у нас... Да, мы фанаты Японии, поэтому с нами створится. Мы как вот эти упертые дебилы, типа заебись и все. Понятно. Что еще? Как вам карма? Карма заебись. Как вам Альфа? Заебись. Как вам Япона? Вот это такое средненькое. Средненькое? Средненькое. Как вам жизнь... Из... А, нет. Как вам жизнь без крыла Айка? Надо минуты на размышления. Нет, подожди, никакие минуты на размышления. Объясняю. Мы работаем на бренд Хукатайм, но видеоблогинг у нас свой, потому что у него политика своя, у нас своя. И для того, чтобы политику бренда не нарушать... Понятно. Ребят, вы у себя в Кальянной, в Хукатайме тоже во все бёрн засовываете? У нас, на наших заведениях, в трех точках, где мы работаем, нет ни одной пачки бёрна. Как вы считаете, бёрн хорош? Слушай, там есть три интересных пусства, три. Два. Два интересных пусства у Бёрна. Какие назовите? Ну, я использую Беррид Трежер, это просто Сексичок. И Сексичок. Больше мне ничего не понравилось. Все отлично. Вот это называется правда. Идем дальше. Это канал Филатреки и ихний стенд. Пойдем дальше. Это Альфа Хука. Это гениальность. Вот это круто. Мне очень понравилось. Наклеечки я забираю. Шоколадку я съедаю. Так, шоколадку ты съедаешь. Слушай, переписчик, ты уже определись, где ты, блядь. Антон, привет. Антон, привет. Слушай. Как вы пришли к модели Икс? И вас Илон Маск? Все-таки как-то спровоцировал. Я подписался на страницу Илона Маска. И начал черпать вдохновление. Не, не черпать, только увидел у него чертеж ракеты. И оттуда скопировали. И могло спиздили. Понятно. Теперь будет нагибать Илона Маска. Ребята, вы будете подделывать новую модель Ивана с кубиками? Да, она очень понравилась. Я думаю, что... Ну, что нет, сенсором. Честно, скажи, 35 штук за это, блядь. Ну, а то и платно вообще нет. Ну, я бы не стал поставить. Ну, я думаю, дорожно поставить. Ты же 70, когда вау, посмотри. 70, нормально. Да, короче, если честно, то, блядь, ну, 35 за такой кальяна... Вы видели, Маклаун сделал кальян за 600 тысяч? Нет, здесь есть на странице. Вон там у них стекле крутится. А, надо пойти посмотреть. Золотой, что ли? У него, получается, вставка из серебра 490 грамм. Серебра, короче, там... Ну, и он стоит того? Бля, он выглядит охуенно. Ну, вот посмотри, зайду, блядь. Да, посмотри, насколько он выглядит лучше, чем Икс. За 6500. Уйдем дальше. Это стенд винтажа Вулкана. И у нас есть Максим Черемисов. Привет всем. Макс, сразу вопрос. Да. Почему все говорят, что Дава делает у тебя чашки? Не знаю, это секретная информация, как Топи Бути. Как Топи Бути. Ничего не знаю. Все вопросы к Топи Бути. Что нового у тебя по чашкам? По чашкам? Да, у нас тут дофига всего. У нас сейчас бум сезона, блин, эти принты нас замучили. С этими вот, есть Симпсоны, там всякие черепа. Я не знаю, все что угодно можно нанести. Мэмы, те же Топи Бути опять туда же можно нанести. Табак наш уже весь разобрали. Какие дальнейшие планы, модели, виды? Будем в глазурь уходить, будем под принты новые делать. Ну, много чего вообще планов. Сейчас улетаем в ОАЭ на завод, в Атохи. Ну и вернемся, будем с новыми мыслями уже после выступки. Как табак раскупается? Табак весь разлетелся за два часа. Да, вчера еще. Так что... Охуенно. Да. Понятно. У нас еще здесь есть кальяна, вулкан, а мы снимаем на них обзор. И у нас, собственно, есть Ренат. Его многие все знают. Не только как производителя кальяна, но и хорошего такого кальяного человечка. Как дела? Что нового? Да, нормально все. Кальяны свои сейчас покажу. Давай. Расскажи о них что-нибудь. Полная, полная нержавейка. Рабочие лошадки на тестах уже долгое время, больше года. Минимализм сделали свою нужду. Плюс делаем граверувку. Пожалуйста, можете здесь посмотреть. По цене как за полный комплект без колбы? Сегодня мы продаем по 6500. Так, розничная цена без колбы за полный колб 9000. Нормальная цена, вроде конкурентно способная. Полный комплект, кроме колбы. То есть все-все-все-все. Отличненько. Ну все, это винтаж и вулкана Хука. Ребят, покупайте, курите. Все будет хорошо, а мы потихонечку перетягаемся дальше. Так, у нас здесь есть стенд-коу. Здравствуйте. Ребят, что это такое? А здесь мы еще и книжки продаем, немного библиотека. А где книга? А книга вон, почему? И что в ней? Это же от этого, от Коновалова. Того самого, так себе. Хуйня, макулатура неинтересная. Коновалов в ней только себя пиарит и свою ОК. В каждом посту технично издалека. Это же такая штука, ладно? Как дела по углю? По углю все четко, ты сам попробуй. Или, может, уже он в этот инстендер тебе скажет, да? Да, скажет. Мы сейчас дойдем, доберемся, спросим. Так, это у нас стенд Tiger Doha. И могу так сказать, что они получили акцесс. И сейчас мы подойдем к Тимуру и, собственно, с ним поинтересуемся. Тимур! Зажигай, зажигай. Как ты конкурируешь с SineP Doha? Все нормально, мы с ними друзья. Никто не конфликтует. Что у вас, ну? Акцесс. Первостепенно. Сейчас запустили мерч. Такой футболочке, свитшоты, толстовки. Как ты относишься к появлению Бонка в кальянной культуре? Субкультуре, комьюнити. Ну, не знаю, Бонка это все равно какая-то отдельная история. Кальян, это уж кальян. Понятно. У тебя моя чашечка на стенде. Мы ее потестировали два дня. По-честному, по максимуму. Офигенная чашка. Не перегревает. Держит температуру хорошо. Офигенный расход. Расход оптимальный, небольшой. Дай-ка хоть сам покурю ее. Ха-ха, это был Stent Tiger Doha. Это у нас здесь Челябинск. Слышал, ты гонял в Уфу на смену? Да. Ну, расскажи, как тебе? Мне все очень сильно понравилось. У ребят просто все на уровне, подготовлено в плане организации. И народ там просто без остановки валит и валит. Это там просто вообще офигело на самом деле. Когда там каждый час посадка менялась. Но ребята шли ко мне специально. И как бы, простите, покрепче, да покрепче. Челябинские кальяна, давай, Челябинск. Радиация, РАТИ, М-226 и все остальное. Ланг, понятно. Так, еще одни новенькие игроки на рынке. Ну, по крайней мере, я не слышал это. Кальяна TDI. Что это такое? Это новый продукт. Из Нижевея считает наполовину, наполовину дюра алюминия. Она дированный. Качественная водка, бралон, полиомидж. По цене сколько? 400 шаг, чтобы вот тут он идет. То есть это нормальное, дешевое и качественное. В то же время можно позволить себе. Понятненько. Табачок Экстрим я уже взял. Баночка у меня лежит в сумочке. Я потом покурю и попробую про нее что-нибудь рассказать. Идем дальше. Так, собственно, у нас RAP или рэп, табака, ниггеры и все дела. Опа. Как ты здесь, блядь, попал? Ребят, что это вообще такое? Почему рэп? Как расшифровывается? Ребят 20 лет, реально продвинутые удовольствия. Мы очень скромные ребята. Понятно, что это вообще такое? Что скажете? Давай, сам расскажем. Мы, короче, в 5 лет выращиваем табак на юге России, Дагестане. И вдохновились кальяной индустрии России. Решили делать собственные. А, вы эти. Вы просто расите табак и решили замутить. Вот она. Сырье у вас свое, да? Да, мы его сами выращиваем. Это берли. Вот. Ребят, вот такой должен быть табак. Понимаете? Вот он. А не вот эти ваши ебаные щепки, блядь, в пакете. Вот он, хороший табак, у которого живая клетчатка. Который может принять ваш ебаный ароматизатор и выдать его обратно. Вот вам бы рэп убрать этот. Это очень глупо, блядь. Глупо, блядь. Вы еще оксимирон назовите, если бы гнойный табак. Будет нормально. Я, ну, оксимирон нельзя придумать. Идем дальше. Здравствуйте, молодой человек. Привет, привет. Здравствуйте. Это Саин Пидоха в новом ребрендинге. Дайте мне трубочку, пожалуйста. Все хорошо, беленький, хорошенький. Без желтый. Хороший. Что, про Путкова что-нибудь скажем? Плохого? Ничего я не могу про него сказать. Я считаю, что у нас у всех свое направление. Понятно. Поэтому... Что нового? Какие мысли? Какие продвижения? Нового? Ну, мы сменили брендинг, потому что сейчас все становится более серьезным. Мы хотим прививать Доху правильно. Правильное курение в массы традиционные. Поэтому мы стараемся сейчас направиться именно по этому вектору развития. Потому что Доха – это традиция, которой уже более 500 лет. И то, что ее в России нет, это всего лишь потому, что мы далеко. Понятно. Что нового? Нового – премиальный сорт. Он? Нового – премиальный сорт. Он сильнее накуривает. Все уже попробовали. Подходите, пробуйте. Он не заходит очень хорошо по горло. Тогда будет акциз у Тайгера Доха? Есть акциз? Слушай, блин, мы доработаем в этом направлении. Мы очень постараемся сделать его до конца весны. Прям сейчас максимально на это нацелен. Почему у тебя такая же кофта, как в Нуахуле? Потому что я езжу Нуахуле. А, понял. Ну ладно. Еще целая-целая куча стендов. Просто пиздец. И у нас Джинни. У Джинни все хорошо. Вон там что-то делают, что-то бухают. И мы пойдем туда, к тусовочке, чтобы потом понять, что же там происходит. Это совместный стенд Джинни, Нуахуле Смок и всех остальных. Здесь есть PlayStation, здесь есть мистер Голубь, здесь есть мистер Завируша. Завируха, бля. Ты знаешь Завируха? Просто Завируша. Так милее просто. Здесь есть бледный Йелкин. Спасибо. Бля. Нет, я трезвый. Я, кстати, первый выпуск смонтировал, я там ставил звук сверчков. Охуенно. Охуенно, бля. Понятно. Ну, собственно, вот так. Все, короче, да. Очень приятный стенд. Идем дальше смотреть. Здесь есть Universal Vapor Cream. Универсальный паровой крем Баночки прикольные, красивые, яркие, интересные У нас есть кислый Я выживаю, как могу Кислый выживает, как может Здравствуйте, ребят Что это такое? Паровый гель Для кальянов? Без никотиновых? Чисто, бродук Он может чисто курить и может смешать собаку Вот, фигарету расслабляли, сушали Понятно Выглядит очень круто Интересно, ладно Так, это у нас туман Как мы видим, походу Туман немного подъебался И им забыли написать На стенде, что это туман Но ребята выкрутились и наклеили шарики Что нового, ребят? Нет Где Генрих? Генрих улетел, но обещал вернуться Новый клубник базилик Из того, что, возможно, вы не пробовали Потом Вишня-лед В принципе, и лимон лайф Что ты думаешь о табаке фьюжн? Я думаю, что это предел совершенства Что ты думаешь о табаке харп? Я впервые слышу о табаке харп И поэтому я не думаю Все, отлично Это стенд мини-глаз Вы вместе? Нет, в Астрадо А, вы раздельно Вы решили так по-экономичному Ребят, расскажите, что у вас? Сейчас, одну минуту Ладно, понятно Идем дальше просто Ребят, расскажите, что за чашки Откуда они? Я знаю, что за чашки Это в Астрадо был Да, в Астрадо Что нового? Что нового? Хотим в будущем сделать турки Сейчас плакат опыт фанулы В дальнейшем будем сделать турки А так Потихоньку работаем Понятно Это в Астрадо был Работает Тихо, спокойно Это у нас стенд шамана Шаман, привет Как дела? Отлично Шаман, шаман У них здесь маленькая Как дела? И что, нормально? Отдыхаем Слушай Как ты прокомментируешь Такой момент Ну? Уголь шаман Прикольно курица в Москве Спасибо Но во Владивостоке Он просто растрескался Лопнул Потух Рассыпался И просто вообще ни о чем Какой, 22? Любой 22-25 Вот он только 22 был Это была последняя партия 22 Вот, мы туда отправили У нас была ситуация Вот мы только-только зашли на склад Ну, только-только зашли на рынок И у нас был такой склад Который не очень хорошо регулировался Там температура там была не очень Ну, сезонская Слушай, ту партию, которую отправили в Владивосток Она была не очень Нет, она была офигенная А мы им вернули за это деньги Она офигенная была А почему она там не курится? Подожди, это кому? Мамуни? Да Я на них работала Мне ни слова не сказали Надо будет там сказать Подожди, у них уже кончилось 22 Да, но они с горем пополам с ним поработали Потому что Давай, давай прямо сейчас подходим Я тебе к чему и говорю, почему такое может быть вообще С любимыми углями? Почему в одном регионе он хорошо курится А в других регионах он плохо курит Ну, смотри, я тебе скажу почему Ну, как курица работает? Я тебе скажу почему У нас три склада Один в Екатеринбурге, один в Краснодаре И третий у нас в Москве Мы не успеваем за каждым складом следить Вот, например, сейчас Неделю назад мы взяли класс А склад в Москве Мы также перевели Перевели наши угли со старого склада В Екатеринбурге на новый склад Более теплый склад Тут также самое главное – транспорт Выбирать правильно логистические компании Которые будут держать твой уголь в социальности Понятно Но у нас нету своей логистической компании Сколько вы платите Елкину за рекламу? Ни сколько Ты спроси у Елкина Вы спросите у Елкина, сколько мы платим Мы вообще ему ноль не платим А почему вы постоянно в чатике Вообще просто так в любой удобный момент Хуярите свой стикер? Потому что мы дружим с Елкином А на чат не Елкина Чат не Елкина Чат всех ребят, которые работают в этой индустрии Слушай, а ничего то, что мы тебе вчера Безеримотивчики сделали Да, они охуенные А вы тебе за это что-то заплатили? А? Вы тебе за это что-то заплатили? А я, ну, заплатили, я бы выложил А сколько? Понятно Мы обсудим, пиши в WhatsApp, Telegram Понятно Спасибо, что там присыл Рекламные места продаются Это же уголь шаманы Так, это у нас стенд Нью-Йоркера И Хука-Плейс Варшава Полторашка, Крамор все здесь Ребят, вы выставлялись на Джейси Крисмас? Да Я к вам не подошел Знаете почему? Нет Потому что я подумал Да хуя на кальянной выставке Стоит магазин одежды И я как бы, ну, проигнорировал Как бы, ну, блядь Авторские права Почему Нью-Йоркер? Почему Нью-Йоркер? Да Но почему нет? А вот у вас есть вкус дурьян Если оставить пачку открытой Будет вонять? Вонять? Ну, дурьян же самый вонючий фрукт А он на вкус-то не вонючий Ну, он воняет, ну, я понял Да, вот вы именно будете дурьяном вонять? Нет, вонять не будет, слава богу Ладно, я хочу просто попробовать дурьян Я был в Таиланде, я его пробовал Ну, прикольно, блядь, хорошо Это бренд? Это Нью-Йоркер Ребята нужно поменять название По-любому, блядь Я, ребят, честно, вообще не понимаю Это что такое? И я хочу это попробовать Привет! Привет! Что это за такая хуйня? Рук рассказывает Это инновационный умный кальян 21 века Он домашнее задание делает? А-а-а Он сосет! Я знаю, он сосет! У него есть автоматическая система Автоматического раскуривания И автоматический продукт А что он еще делает? Он регулирует, он управляет температурным режимом У него есть интеллектуальное управление режимами Типа нагрева чаши И температура охлаждения колбы Воды в колбе Да, ну нахуй! Сколько это, блядь, дерьмо стоить будет? Мы планируем у двух тысяч долларов А-а-а! Он от розетки? Нет Пожалуйста Не, не от розетки, нормально Слушай, а можно покурить? К сожалению, не курится на данный момент Я понял, ты просто тыкаешь в альпаты И он просто стоит, моргает Охуенно! Охуенно на выставке с не курящимся кальяном Круто! Так, это у нас стенд Шейпса Это орех И специально для Давы Дыма Стихотворения про бывшего А помнишь, что-то первое беззаботное Когда одни на крыше И даже звезды ниже Те словно вместо всего мира Те такая хуй помила Мне бутылка вискаря Ты говори, я в сортир Ой, давай не надо эту драму Ты мне вчера была родная Ну а сейчас уже три ночи Закрой свой рот Смотри на звезды Мой мозг это не ваша киска Меня ебать в него не надо Наш мир Такой неповторимый А ты листай Свои журналы Итак, у нас на выставке Предоставлены такие интересные колены Шейпс Закрой Закрой У нас очень интересные миксики Это мои авторские наработки Мы не о миксиках Мы о кальянах сюда пришли Разговаривать Поговорим еще и о чашечках Это чашечки Ахук и Ревизор Называются они Ева Это ручная работа Соответственно Подобрана идеальная толщина Это не тонкие, не тонкие стенки За счет этого идет гибрид Именно УПКшки и Эвил Бола Чашки не перегреваются все Они стоят на разной формации угля И соответственно Очень интересно все ходятся Без перегрева В основном Понятно А че кальяна? Хватит, блять, рекламиться Макс, пойдем от него подальше Я надоел своим проплаченным рекламам Че по кальянам новые? Я вижу у тебя новые модельки Я думаю, мы про них скоро Запишем маленькое интервью Потому что Производство у них, сука, сложное Сложное, да И я не смогу это объяснить нормально Поэтому в скором времени Мы с собой сядем И, собственно, все запишем Поэтому это новые модели Шейпса Они вот Супернаградиемные Есть золотые И есть орех Есть орех С чашками Как тебе чашка индивидора? Нормальная чашка Нормальная Симпатичная Симпатичная Жопа толстоватая Любишь худеньких? Как два кулачка Правильно, охуенно Худые охуенно Стенд ФЗ Как дела, ребят? Отлично Че нового? Все, все, отлично Это что, блядь? Походный вариант Сколько походный вариант стоит? Есть, что там Восемь боб Восемь боб За поход А он крутой? Отличный, крутой Самый крутой Что еще нового есть? Пандора Классика Ну и, собственно, вот Вот и снова Понятненько Собственно, стенд ФЗ Пойдем немного дальше Давайте А продукты Густа Пригнали целый Грузовик сюда Своей продукцией И, собственно Довольно-таки Крупно, масштабно Этот продукт Я пробовал еще На Прошлом Куга Клаб Шоу Было довольно-таки Интересно Он очень схож С гастро И с тому подобным То есть, но То, что они пригнали сюда Грузовик Это очень круто Причем Грузовик максимально чистенький То есть, ну, блядь Красивенький И все остальное Это, блядь Это вот так вот Это прикольная тема И, собственно Давайте С создателем поговорим Нас как бы двое Давай попробуем вместе Давай Слушай, чувак Короче Я когда увидел Вот это Я сразу вспомнил Есть такая же водка Которая так здесь Переливается Дорогая Или шампанское Шампанское Слушай, а что это такое? Тоже не знает Секрет Может, какие-то технологии Там все остальное Да Это магия Это магия Магия, которую можно даже пить Магия без подставки Без подставки бы работала Без подставки магия не работает Поверьте Понятно И что это стоит вместе На самом деле Какие-то копейки Потому что вроде Это всего 30 тысяч рублей Но мы же можем договориться Понятно Ребята готовы Эти на уступки Мари, вот она стоит Переливается Да А если с нее курить Будет еще круче Потому что будет подсвечиваться дым Особенно вот в белой В белой смешивается И ощущение, что Холпа полностью стоит из дыма А можно я попробую Кое-что сделать? Попробуй Для чего? Мы сейчас попробуем Просто Поднять кальян От Давай покреплен Вот это Попробуем поднять кальян От подставки И посмотрим, что с этим будет Магия закончилась Потому что буквально через Мгновение Она заработает снова Это круто Ну и эстетично Ребята молодцы Как вы там называете? Мы называемся Эстетично смог В принципе можно вот сюда переместить А сама подставка называется Люминус Если ты позволишь Я могу ее показать На там Приспешить На сколько батарейки хватает? Более 8 часов У нас минут хватит Даже более 8 часов И под зарядку ровно 2 часа После 2 часов Можно подавать И снова Магия будет работать Это круто Интересно Самое интересное Что есть на этой ебаной выставке Выставка хорошая Но очень много мусора На ней Спасибо Собственно Стенд СТ Это Как меня последнее время начали сравнивать В принципе Привет Здорово Как дела? Супер Как всегда Что нового? Нового? Нового Новая это хорошо забытое старое Новая это у нас есть Хорошо забытое старое Уберите Уберите это пожалуйста Зачем вы это так при людях показываете? Мало того Я желаю это показать Потому что всем уважающим людям А вы являетесь большим авторитетом для нас Опять новая коробочка Новая коробочка Это доха Да Это не совсем доха Это доха Которая смешана в определенных пропорциях Вместе с золотым корнем И Женьшенем Это специальный У меня писька стоять будет Да Я в своем нежном возрасте Могу так запросто об этом говорить С молодым мужчиной Не хотела бы чтобы это делала моя дочь Но я в силу нежного возраста Говорю что Не мешает Со временем Когда вы состаритесь Его нюхать надо Вы просыпаетесь А у вас под подушкой Это коробка Ты ее нюхать надо? Нет Мы его посыпаем в табачок При забивке Если просто посыпаем И не мешаем Получается такой Серьезный привкут А если немножко посыпать И перемешать Помягче Но эта смесь Вытягивает Как будто бы Обостряет Ну Тот табак Который Забивается в чашку И от этого Становится вкус Более ярким Ну и хочется верить Что не обман То что я говорю А даже если обман Не любой мужчина В этом признается Не любой мужчина Признается Что ему это не помогло Так это не доха Основа Это доха Основа здесь В большем процентном Это доха Средний И более легкий Я наверное Ты видел А может не видел Что там Кенрих Опять посты Выкладывает Что На болевшей теме Что это опять Закос Под продукт Не будем называть Какой Нет Давайте назовем Кенрих Это бессовестный Молодой человек Скажем так Мягко Мы к сожалению Не выпускаем продукты Для похудения Но опять же Генрих Мы можем порекомендовать Что в вашем нежном возрасте Вам это так же поможет Вы можете это Испробовать на себе Мы более чем Не попробуйте Друг на друге А самое главное А самое главное Наконец-то Три дня назад У нас вышел патент И теперь мы можем Воочию заявить Что Солярис Это наша поделка Это патент На защиту нашей Собственности интеллектуальной Это форма чашки Зарегистрирована на нас И является нашей И все Кто будут ее сейчас Распространять На территории России Покупать Приобретать И работать На ней Мы с большим удовольствием Пришлем Двух своих юристов Которые попросят За это деньги Большой штраф А мы с вами Потом эти деньги Поделим Касательно того вопроса Что задал Генриху привет Да Касательно этого продукта Можно говорить о том Что это заказ Это что-то другое Все остальное Это не так Ввиду того Что все это знают Что ввиду того Что то производство Которое было украдено Чаша не продлилась Дальше формы Классики Была обычная классика Но почему ребята Даже своровав Это производство До сих пор Не выпустили фанов Это говорит о мастерстве Кальянщиков Которые там работают А вообще Есть ли там эти кальянщики Кто может заявить о себе И сказать Что он держал этот кальян Давай для всех Да А ты видишь В моей чашке Свою чашку Чашку свою Оттеночную Я наблюдаю Но как говорится Все новое Это хорошо Доделанное Что-то улучшенное Приводнесенное На части старых Однолетное С какой длины Прямой угол Прямой угол Вот и правильно А здесь легкий могло У вас она ступенчатая Правильно А я под патент ваш Не попадаю А наш патент Да Вот такой в ремонт Суще не попал Чаша классная Используйте Все остальное Удава вышел Новый продукт интересный Это показать людям достойно Это интересно Это одно из самого лучшего Что вы можете увидеть на рынке Потому что человек Давно в этой сфере Я считаю Что вы должны И обязаны Попробовать его Потому что это что-то новое Оригинальное Пользуйтесь Балуйтесь А мы все будем сотрудничать Вот мы опять развиваем Любимую движку Мы не соперники Мы сотрудники Так что Все Я сейчас заберу Свои подарочки И собственно Пофоткаем Ура Слушай И что Как тебе чашки Типичного кальянчика Я просто ее не видел Поэтому не возьмусь говорить Ты видел Ты спросил Я видел Да Это печально Это печально И прискорблено То есть Ну это что-то Среднее между СТ И чашкой Да Он выбрал Спередину И сделал Сокорблено Еще что-то Вышло Сокорблено Посмотрите Есть фотография В типичном кальянчике Чашки Просто посмотрите Мы глянем Ладно Мы оценим Молодцы Всем привет Мы находимся На стенде От Ивана Очень яркие Мушточки Привет Это новая модель Кальяна От Ивана Как он называется? Мое название Еще не придумали Дизайн Сделали Так И выставки Оставай Стих Прямо Убор Дождь Это Нормально Кто хочет Тех Это Женщик Убор 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 Кто-то Считает Выпустил А Давайте Капан Перед Его цена? 35 тысяч Еще раз 35 тысяч Как ты считаешь Недорого Это нормально Для этой модели Это цена А что в нем На 35 тысяч Снаружи Дизайн Шахты Толстый Авиационный Алюминий И внутри Нержавеющая Сталь Понятно Итак Кальяна От Ивана Это его новая модель После очень Долгого Затишья Четыре Пять Долгого И вот Это Вот И вот Он Система Долгого Девушки Подожди Здорово Поздравляем Вольтон Крестинов Немного Это Чашу Убор И еще Аплодисменты Мы находимся На стенде Буты Табак Очень Сильно Развивается В плане Того Что Он стал Намного Приятнее Его Реально Можно Курить Ну И Причем Для Такого Сегмента Как Моя Малышечка Которая Может Спокойно Это Курить Как И Не Кашлять И Все Остальное Ну И тут У нас На стенде Ник Шамрин У него Свой Канал В Ютубе Как Ты Оказался На Стенде Ребята Позвали Вышли на Меня Я Согласился Табак Устраивать Почему Не Работать Сем Некомфортно Причем Это Дешевый Стенд Удобно Приятно Мне кажется Даже В кальяной Такой Площадки Рабочей Нет Здесь Очень Прям Все Сделано И Реально Легко Работать С С Офарой И Что Нравится Люди Реагируют На Табак Он Интересен Южен И Классика Прям Зашли На 100% Я Был Безумно Удивлен Вкус Пиццы Пицца Да Это Кириешки Пиццы Три корочки Пиццы Надо Понимать Что Обычно Такие Слорные Вкусы У Дешевых Табак Не Получается Я Не Ожидал Чего-то Достойного И Тут Вау Просто Реально Достойно Достойно Получилось Понятненько Это У нас Стэн Путы Пообщались С Ником Шамриным Тоже Блогер Хуёгер Все Дела Подписывайтесь На Его Канал Есть Дальнейших Новостей В принципе Уже Все Пошли Сейчас Наверное Еще Раз Подойдем К Стэн До Сатира И Попробуем Чего-нибудь Нарулить Интересное Это У нас Создатель Спектру Один из создателей Без разницы Один Слушай Парышку Вопросов Как Вообще Появилась Идея Создать Табак Спектру Это Было Сложно На самом деле Началось В 2015 Году Как Давно Мы Делали Табак Для себя Нравилось Бурить Кальян Как Все Такое Но Потом Кто-то Начал Пробовать Все Стало Нравится И Тогда Уже Берился Табак Сволос Прот АРК Давным Давно Но С тех пор Очень много Воды Утекло И Переросло Почему Спектру Спектру Потому Что Многогранность Многогранность Вкуса То есть Видишь И Все Вот Эти Гран Все Это Как И Табачный Лист Получается А почему Он Как Пластилин Вот Есть Табак Который Пушится А Ваш Не Пушится У нас Сейчас Спектру Переработанный Переработанный Я взял Вкусики Там У себя Там Вроде У меня Сыр Тоже Есть Потестирую Вот Вот Посмотри Да Здесь Здесь И Спектру Старого Осталось Только Одно Как бы Название То есть Смотри Полностью Сделали Весь Ребрендинг Полностью Переработали Технологию Чтобы Не было Больше Ну Вот Этой Нестабильности Партии И Всего Прочего Так что Это Совершенно Продук И Самое Главное Что Он Появится В акцизном Варианте И Это Сколько Стенд Сколько Ляма Заложили Может Быть Где-то Столько Может Быть Веньш Может Ладно Не стесняйся Все Спокойно Говорят Мы Не хотим Ладно Ладно Что Еще По Новым Вкусам Ожидаете Сейчас Мы выпустили Пять Вкусов Но Вообще У нас Есть Там Заготовки Уже На дальнейшем Выпуске Вкусов Так что Стабильно Будут Новые Интересные Вкусы Полностью Переработанные Совершенно Будет Меньше Так вообще Появилась Идея Создать Бразильский Чай Это Мой Самый Любимый Вкус И Карибский Ром Остальное Ну так Себе Где-то Можно Покурить Не Покурил Еще Новые Вкусы Поэтому Тебе Точно Что-то Зайдет Типа Jungle Mix По-любому Идея Ну как Не было Конкретной Идеи Создать Именно Бразильский Чай Карибский Ром Просто Непонятно Что Это Ром Карибский Такой Здесь Пряный Сладкий Бразильский Чай Но Бразильский Чай Он Не совсем Похож На обычный Чай Понятно Спасибо Это был Табак Спектрум И Мы уже Не стали Задавать Глупых Вопросов Всяким Непонятным Юриям Которые Не могут Ничего Отверить А уже Задали Напрямую Собственно Одному Из Производителей Идем Дальше Смотреть Что Будет